Решением Совета директоров Банка России ключевая ставка выросла на 2% пункта с 16 до 18%. В своем заявлении глава Центробанка Эльвира Набиулина перечислила основные причины такого шага. Это инфляция, высокая потребительская активность, спрос на кредиты, которые остаются выше расчетного, недостаток предложения товаров и услуг, нехватка кадров в промышленности, влияние санкций. Эти факторы заставили существенно пересмотреть макроэкономический прогноз и увеличить жесткость денежно-кредитной политики. Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться. Несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. Набиулина предупредила, для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, ключевая ставка еще долго может оставаться высокой и не исключила ее от дополнительного повышения. Так называемый разрешительный режим на кассах блокирует продажу немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это касается пива, табачной и молочной продукции и упакованной воды. Сегодня Минпромторг подвел промежуточные результаты работы системы, запущенной 1 апреля текущего года. Благодаря разрешительному режиму у нас в Петербурге не допущено к продаже более 1 миллиона литров молочных продуктов, что на 90% снизило реализацию товаров с истекшим сроком годности. Система заблокировала продажу 138 тысяч литров, не соответствующие требованиям упакованной воды. В результате покупателям ушло вдвое меньше бутылок неизвестного происхождения. Таких результатов удалось добиться, несмотря на то, что пока разрешительный режим действует не везде. Молоко и вода, разрешительный режим с 1 мая включился в отношении предприятий, у которых более 50 торговых точек. То есть мы можем назвать и крупные федеральные сети, и региональные сети, даже среднего формата. С 1 сентября запустятся остальные участники, у которых менее 50 точек. То есть, по сути, разрешительный режим с 1 сентября коснется уже всех участников оборота. Но многие участники рынка добровольно подключаются к режиму уже сейчас и сами используют его для недопущения продажи товаров с нарушениями требований. В рамках 27-го Петербургского экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Петербурга и агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, направленных на развитие креативных индустрий. И, как отметил губернатор Александр Беглов, вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт составляет 12,6%. В сфере искусства, архитектуры, дизайна, рекламы, кино занято более 183 тысяч петербуржцев и 57 тысяч организаций, суммарная выручка которых более 1 триллиона 100 миллиардов рублей. В Петербурге действует целый ряд мер поддержки креативной сферы. Это может быть финансовая помощь, обучение, льготная аренда помещений. Проект «Петербургский дизайн» помогает разместить товары в торговых точках локальным производителям одежды, обуви, товаров для дома. В качестве поддержки креативных индустрий Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства вводит в Петербурге еще одну меру поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Он готов субсидировать до 80% затрат на аренду мест в специализированных каворкингах, ориентированных на креативную индустрию. В августе планируется открыть три таких каворкинга в московском районе Ремесленный, в Красносельском Швейный, во Фрунзенском каворкинг для парикмахеров-стилистов. Их общая вместимость около 50 рабочих мест, которые можно будет арендовать по льготной стоимости на срок до трех дней. Вся эта неделя сопровождалась серьезным укреплением рублям, но сегодня на этом фоне на валютном рынке практически штиль. Вероятно, повышение ставки рынок предсказал и уже отыграл. Итак, юань теряет копейку, его курс 1,73, курс доллара 85,57, курс евро 93,26, цена сингапурского доллара 63 рубля и 71 копейка.